Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные. Это года жизни известных воспринимателей. В этот раз мы будем обсуждать, как построить гамма-крафики с использованием параметров и преднастроением других полей. Давайте перейдем в Tableau, закрузим данные и начнем выполнять задания. Выбираем Text File, сколько у нас в формате CSV. Выбираем необходимый файл. Выбираем его. Снова выбираем разделитель в качестве запятой. Но он сначала не сразу выгружает, поэтому выбираем запятой через раз. И видим, что и как. Как мы видим, в некоторых значениях у нас есть значение 0, дата смерти. Это означает, что человек еще живет. И поэтому мы можем поставить по сегодняшний день. Если там сохраняется значение 0. Следующий этап. Давайте перенесем ID в измерение. И создадим пару параметров. Первый. Будет называться только ваше имя, а второй – дата рождения. Давайте создадим. Назнимаем What is your name? Name. У нас будет строка. Формат будет MyNameIs. Это по умолчанию значение i. И будет нашим первым параметром. Второй параметр – это дата рождения. И давайте вдобавим. BirthDate. Формат даты. Ну, пусть по умолчанию будет, но первое – первое – 1900 год. И дисплей-формат у нас будет именно в таком же формате, как он и есть. Сохраним это. И после этого нам понадобится использовать эти даты для того, чтобы предрассчитать остальные показатели. Целью данного задания является показать функциональные возможности табло. То есть то, что мы можем сделать. Давайте выведем параметры и объясним, что имеется в виду. Смотрите, мы вводим дату рождения сюда и свое имя сюда. Уже на построенном кончарте, где написаны имена известных людей и их продолжительность жизни, то есть с года рождения до года смерти, если она была, добавляется еще одна строчка, где находимся мы. Таким образом добавляется, что пишется наше имя и также добавляется наше дата рождения, которое мы ввели. То есть в каком-то смысле это даже шуточный дэшборд. Для этой цели, для того, чтобы добавить, у нас уже при начальных данных есть такая строчка, которая называется ИЦМИ. И, вдруг говоря, целью всего задания является ее заполнение и дальнейший перерасчет всех необходимых показателей. Для того, чтобы верно выполнить задание, необходимо добавить еще несколько полей. Нам нужно пересчитать имя, нам нужно пересчитать год рождения, пересчитать дату смерти, добавить еще name color, который будет показывать нас во всем ганчарте и время жизни в годах. Давайте это и сделаем. Но сначала нужно поменять дату рождения и дату смерти, на дату. Давайте так и сделаем. Меняем. Теперь мы можем приступить к пересчету показателей. Если утрировать, то нашей основной целью является добавление нескольких полей в таблицу. То есть нам, грубо говоря, заменить нужно значение 0 в 63-й строчке с именем ИЦМИ на... заменить ИЦМИ на наше имя заменить дату рождения Бор на нашу дату рождения и дат на сегодняшний день. Давайте так и сделаем. Нам нужно заменить каждое из трех полей. Начнем с имени. Давайте сделаем create-calculated field. Назовем его name plus и пропишем. И пропишем. имя равно таблице ИЦМИ, тогда его меняем на то, которое мы ввели в параметре. Если же нет, то оставляем прошлое. Теперь все делаем аналогично с даты рождения. Born plus. Давайте постепенно пройдемся и пропишем. Давайте начнем с если у нас все будет превративаться в строки, но давайте это после пропишем. Если наше имя равно ИЦМИ, если мы подошли к этой строчке, то тогда нам нужно заменить на дату рождения. Но мы будем использовать года, поэтому сразу будем получать оттуда год. Birth date и либо год от того, что мы уже ввели. Вот. Сразу хотелось бы сказать, что нам нужно преобразовать год в дату Давайте так и поступим. На самом деле то, что сделано в Data Yoga такое решение это довольно сложно. Можно на самом деле уже оставить это решение в таком формате, в котором у нас сейчас есть. Но давайте сделаем, как они предлагают. Мы должны сначала превратить дату, которую мы получили в строку. Затем вытащить из нее год и снова превратить в дату. Хотя можно было просто удалить вот эти два года и получить тот же самый результат. Но это я вам продемонстрирую. Используем функцию DateParse, которая вытаскивает из даты необходимый для нас формат данных. То есть в данном случае это будет год. Мы получили год, который в формате строки у нас. И теперь мы должны ее преобразовать обратно в дату. Получили. На самом деле тот же самый процесс нужно проделать с датой смерти, только переделать ее не в параметр, а в сегодняшний день. Это достигается довольно просто. Просто добавлением еще одной функции. Давайте снова пропишем. Давайте если у нас год рождения 0, это в данном случае используем функцию из 0, можем прописать равно true но на самом деле это бессмысленно, потому что и так функция из 0 возвращает значение true или false. Но давайте проверим, если она true, тогда мы возвращаем год от сегодняшнего дня. Если же нет, возвращаем дату смерти, год смерти человека. Вот, мы прописали это выражение, теперь нам нужно преобразовать его в строку, после этого вытащить из нее, из этой строки год, давайте date parse, вытаскиваем год, и преобразуем ее в строку. Мы сделали все эти показатели, теперь можем приступать к формированию визуализации. Давайте так и сделаем. у нас будет грант график для каждого из людей в списке, давайте имя посчитанное мы принесем строчки. при этом будем строить наш грант исходя из даты рождения. Берем born, кладем его сюда, нам сразу год вывелся, сразу построим формат ганбара, и как видите, у нас сразу определяется то, где человек родился, там ставится его первая точка, только давайте сделаем интервью. Не очень удобно на самом деле пока что, но сейчас мы добавим, чтобы было намного лучше. Давайте следующий этап. Для того, чтобы посчитать кент бар работал в том формате, который мы от него требуем, то есть он выдавал от даты рождения дата смерти, нужно добавить показатель, который будет показывать его размер. В данном случае размером будет являться года, который человек прожил. есть сколько лет он прожил, такого размера и будет график. Для того, чтобы это сделать, давайте добавим еще один показатель, который называется жизнь, и посчитаем просто разницу в годах между датой рождения и датой смерти. Будет год. будем использовать born plus и dead plus. Посчитали, просто протаскиваем его размер и у нас появятся необходимые результаты. Следующий этап это раскрасить так, чтобы демонстрировалось, где находится дата жизни человека. Так. Только предварительно давайте приведем к тому формату, чтобы все было более-менее покрасивее. Для того, чтобы это сделать, наш как видите, он неправильно, табло неправильно воспринимает, как посчитать количество лет, поскольку он не видит связи между жизнью и датой рождения. Проблема здесь заключается в том, что это непрерывная мера, это дискретный показатель. Поэтому мы просто преобразуем его в непрерывный и у нас все должно получиться. И давайте сделаем так, чтобы подгинялось только все по ширине. И мы можем смотреть, что все довольно удобно и читабельно стало. Теперь давайте добавим такой показатель, как namecolor. Назовем его namecolor. и он просто будет показывать true или false если наше имя равно itsme. Давайте раскрасим. И таким образом мы будем демонстрировать где находимся мы. Вот видите он. Давайте я пропрошу свое имя, оно должно поменяться. Теперь можно найти его. и вот как мы видим на второй строчке у меня получается дата рождения 1 января 1900 года и вплоть до сегодняшнего дня. Он демонстрирует как раз таки этот показатель. Давайте добавим чтобы при наведении было еще немножко более удобно. Добавим дату рождения и дату смерти. Вот у меня я уже 119 лет и не собираюсь умирать. Таким образом все получилось довольно удобно. Теперь мы можем вывести все наше решение на дашборд. Давайте так и сделаем. Выберем сразу формат флоутинг. Это мое личное предпочтение. На самом деле можно и работать и стайлд. Оставим немножко места для того, чтобы можно было ввести имя и дату рождения. Уберем расцветку, потому что в общем-то и так понятно, кто и что выделяется. Давайте видим какое-нибудь другое имя, например, Максим. И посмотрим вниз. Видим и правда оно высвечивается. и поменяем дату на более реалистичную, например, на 80-й год. И как видим, конечно, значительно уменьшилось. 39 лет живет наш Максим и все у него хорошо. Я думаю, мы с этим уроком разобрались, понятно, как строят гант чарты вместе с параметрами. Поэтому всем спасибо за внимание.